Они стоят прямо возле кассы в руках билеты на сегодняшний матч. Цены на билеты разведывает наш водитель и первый попавшийся спекулянт предлагает широкий выбор мест на стадионе. В чем билеты? 800 рублей. А много есть? Человек есть мало. Человек 5? Конечно есть. А куда? 340 рублей. Есть дороже лучше. Дороже лучше. Здесь есть по полторы, центр есть. Оказалось, что билеты на игру Украина-Франция вдвое дешевле следующего матча с англичанами. В чем билеты? Тысячу. Это куда? На какой ряд? 241-й блок. Это подставник за воротами справа. Наш подставной покупатель признается, билеты с рук продает каждый пятый. Причем за пару часов до матча у покупателей еще остается право выбора сектора и места. Я просил показать билеты. Показали. Но они настоящие. На шее табличка продаем билеты. Поляки Король и Артур хотят избавиться от четырех лишних билетов на матч Украина-Франция. Уверяют, все легально. Продают по официальной цене. Как в кассах 120 евро. И не торгуются. Нет, это нелегально. Я могу только дать вам этот билет по номинальной цене. Просто наши друзья не приехали. У нас лишние билеты. Игорь из Чернигова, его друг Юрий из Москвы. Болельщики заказывали свои билеты на сайте УЕФА. И на этот раз успели их выкупить. Но зачастую обращаются к спекулянтам. Покупали билеты с рук? Да, покупал на Швецию. На первый матч покупал. Фанаты признаются, цена нелегального билета в день матча падает в три раза. Семейство Додух приехали из Ростова специально, чтобы поддержать Украину. Билеты купили у нелегалов. В кассах нет, а на руках есть. Отдают по той же цене. Что, кстати, очень приятно. А вот Артем из Днепропетровска принципиально не покупает билеты с рук. Думаете, дорого? Думаю, дорого. И еще и кинуть могут. Легко. Остались ли в кассах билеты за пять часов до матча? Нам узнать не удалось. Не снимайте, пожалуйста. Анна Миронюк, Владимир Пельгук. Телеканал Донбасс.